Продолжение следует... Какие у вас личные взгляды, как вы относитесь вообще к стратегии развития человечества и нашей страны, какие у вас ценности. Но, тем не менее, для тех людей, которые вступали в перестройку в середине 80-х годов, у них были определенные ожидания, определенная усталость от того, по поводу чего мы, может быть, сейчас испытываем некоторую ностальгию. И когда сегодня те же самые люди говорят о том, что вот как все-таки перестройка искалечила нашу жизнь, я иногда напоминаю им о том, что они говорили в середине 80-х. И не всегда это вызывает протесты, потому что иногда может быть приятно возвратиться в свою юность, есть элемент ностальгии. А иногда интересно сравнить то, как мы живем сейчас и как мы живем тогда, и увидеть какие-то плюсы и минусы. Не во всем мы сейчас живем хуже, скажем так, осторожно я выскажусь. Это во-первых. Во-вторых, в истории существует очень много событий с достаточно хорошей репутацией. Ну, во всяком случае, как всегда, участие общества, но такой хорошей, светлой репутацией, которые закончились поражением. И, ну, не знаю, там, скажем, Парижская коммуна, вот ее подавили, бои на кладбище Перлаше, расстрел коммунаров, героический флёр. И те, кто за то, что предлагали коммунары, они Парижскую коммуну воспринимают как некую попытку, но которая по какой-то причине не удалась. У перестройки не было такого кровавого финала, во всяком случае, в центре, в ее, так сказать, айкумене, на территории, там, центральной европейской части страны. И поэтому она, как бы, виновата за все, что получилось потом. Ведь потом получилось нечто другое. То есть перестройка кончилась, она потерпела некоторые поражения. Это значит, ее цели не были достигнуты, и то, что происходило потом, это происходило потом. Это уже не перестройка делала, это уже делали какие-то другие люди с какими-то другими задачами и целями. И здесь, мне кажется, просто историческая справедливость требует иногда, как говорится, включать себя и включать какое-то свое внимание, когда по телевизору вам говорят, что, ну, не знаю, какой-нибудь ваш любимый актер прекрасно жил в 70-е, 80-е, ну, в 70-е годы, прекрасная творческая биография, потом случилась перестройка, и он начал голодать. И он начал голодать, и нам рассказывают о том, как он не мог найти себе работу в 1995 году. И в этот момент я себе говорю, ой, меня обманывают, потому что в 1995 году перестройки уже не было. Последние прекрасные работы этого актера относятся к концу 80-х годов, это самый разгар перестройки. То есть мы должны, так сказать, строго научно разделять это событие, отделять его от последующих. Мы увидим, что там есть интересные пересечения и с предыдущими, ну, и с последующими событиями тоже, но все-таки перестройка – это то, что, как мы считаем, происходило в 1985, может быть, слэш, в 1986 году, до 1991 года. А позднее уже были какие-то другие события. То есть это последний завершающий этап истории СССР, со всеми ее плюсами и минусами. Следующее такое вводное замечание касается того, что я сегодня смогу сказать, потому что мы будем общаться, ну, где-то час, я думаю, что я буду говорить. И моя, конечно, очень тяжелая задача – впихнуть в этот час все то, что можно сказать о перестройке, потому что это такое же историческое море, как, не знаю, там, история Российской революции, Гражданской войны, или, там, история 30-х годов. Ну, это очень много. Вот у меня тут короткий конспект, который состоит из 12 глав. Часть из них, вот, пожалуйста, вошли в книгу «Парадоксы перестройки» моей. Есть у меня еще книга «Преданная демократия», немножко пафосное название, которое предложило издательство, мое название «Скромнее, перестройка неформалы». То есть я попытался рассказать о том, что видел своими глазами, так сказать, изнутри, вот, общественное движение этого периода. И есть еще, если кому-то интересно, это я так отсылаю к собственной литературе, можно сказать, трехминутка рекламы. Есть еще такой сборник, правда, он довольно малотиражный, но есть в библиотеках, распад СССР, где я предложил свое видение причины распада Советского Союза, которые не нужно отождествлять с перестройкой. То есть перестройка очень многофакторный процесс, и распад СССР процесс со многими причинами, и о них мы тоже поговорим. Вот я, наверное, буду, всяком случае, в своем понимании очень краток, местами должен буду перепрыгивать через какие-то, возможно, важные обстоятельства. Если будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Какие-то эпизоды перестройки я не знаю и не держу в голове, хотя их можно исследовать отдельно, потому что, ну, это очень большой этап развития нашей страны, и, как говорится, за всем не уследишь, но основные какие-то линии я постараюсь отразить. Первый вопрос, который мы с вами должны себе неминуемо задать, это вопрос о причинах перестройки. Мы всегда говорим о историческом событии, начинаем с причин. И, как и все другие обстоятельства перестройки, это крайне дискуссионный момент, потому что есть, в общем, две точки зрения, противостоящие друг другу непримиримо и идеологически. Первое, что перестройка была не нужна. Второе, что кардинальные преобразования нашего общества были фатально неизбежны. Причем первая точка зрения, конечно, адресует нас к коммунистической идеологии в таком, я бы сказал, плюс-минус зюгановском виде, такой советский патриотизм. А вторая адресует нас, в общем, к поддержке гайдаровских реформ, потому что предполагается, что вот то, что получилось после перестройки, вот это было неизбежно. И чем скорее бы это начали, тем бы лучше для всех нас было. То есть не нужно отрезать у собаки хвост по частям, если уж нужно отрубить хвост, надо его отрубить. А другие говорят, не нужно было отрубать этот хвост, замечательный хвост, ничего в нем не было плохого. И при этом хвосте нам прекрасно жилось. Соответственно, вот начнем с этого взгляда, а может быть вообще без нее можно было бы обойтись. Ну, без того, что получилось, может быть и можно было обойтись, но тогда возникает вопрос, вообще без преобразования можно было обойтись? Вот взять такой Брежнев-форевы. Ну, вот Брежнев умер, пришел молодой Горбачев, но у него другие мозги, другое представление о жизни. Или победил не Горбачев, а, например, Романов, иногда такие вот варианты рассматриваются, или Тихонов, председатель Совета Министров, очень старенький, 1605 года рождения, дожил, между прочим, до 1697 года. Ну, то есть, если предположить, что трон не портит здоровье человека, хотя вот наша история подсказывает, что, видимо, портит, какие-то в нем есть флюиды отравляющие. Вот, кто умирает на троне в нашей стране, умирает, как правило, все-таки не очень старым человеком. Но, предположим, вот Тихонов до 1997 года, и ничего не меняется. Вот, Советский Союз, 1997 года, во всем мире уже интернет, мобильная связь. Вот у нас есть интернет, или он запрещен? Такой, так сказать, великая китайская стена, вы знаете, есть с интернетом, а тут, видимо, еще более прочная великая советская стена, потому что мы же ничего не хотим менять. В Китае все-таки что-то меняется. Дальше, мобильная связь, вот будет у нас мобильная связь, и каких она будет размеров, и хорошо ли вообще мобильная связь, это же совсем неподконтрольная такая вещь, да и интернет неподконтрольная вещь. Вот эти компьютеры персональные, вот во всем мире они есть, а полезны ли они в нашей стране, потому что компьютер – это ведь портативная типография. И одно дело, когда там кучка диссидентов, да боли в пальцах, я сам знаю, как это тяжело, перепечатывать в десяти экземплярах какой-то текст подрывной. А другое дело, когда ты забил его в компьютер, нажал на кнопку, и в общем конкурируешь уже, а если, а YouTube? Понимаете, вот это вопрос, сколько, была такая шутка после Октябрьского переворота, сколько дней продержится большевики, сколько такая система может находиться в замороженном состоянии. Вот северокорейская система может находиться, мы знаем, достаточно долго, ну не то, что в совсем замороженном, но в таком почти неизменном состоянии. Меняются вожди, но вот она живет, дело Кемерсена. Но дело в том, что у нас все-таки был 20-й съезд партии, у нас общество было идейно, с точки зрения товарища Максима, идейно абсолютно разложившееся. И вот эти люди, они сколько могли бы, они не уже разучились ходить строем, они сколько могли бы вот жить в одном и том же. Так сказать, вот, и даже не просто при одном правителе, а при вот одной системе, у которой есть очевидные кричащие недостатки. У этих недостатков есть причины, но эти причины советским человеком не очень воспринимались. Вот почему для того, чтобы перед тем, как сходить в гости, нельзя просто купить хороший тортик, и тем более выбрать его из нескольких вариантов, а нужно заранее готовиться и покупать этот торт за неделю, возможно договорившись со знакомыми, а может быть тебе повезет. То есть, когда вам другая точка зрения говорит, что советские люди голодали, не верьте. Нет, Советский Союз впервые в истории нашей страны, где-то в середине 20-го века создал такие условия, что голод был преодолен. Но, тем не менее, советские люди испытывали большие проблемы с получением необходимых им продуктов. Вот таким немножко странным путем. Я сразу хочу перейти и на другую сторону. Я все время буду это делать, чтобы вы не уловили на чьей стороне. Такая задача лектора. Но я скажу, что вот сегодня нам тоже знакомо то, что мы испытываем некоторые проблемы с получением продуктов, которые мы хотим. Но эти проблемы, они исчисляются нашим кошельком. Ну, у кого кошелек толстый, проблем нет. У кого кошелек тонкий, проблемы возникают. И проблем очень много и с продуктами, и с оплатой жилья, и вообще с доступностью жилья, и так далее, и так далее. Вот и советские люди имели проблемы, и мы имеем проблемы. Но эти проблемы выражались совершенно по-разному. Здесь я должен поставить троеточие, потому что это просто отдельная лекция. Как было устроено советское общество, и почему оно было таким странным с точки зрения, ну, так сказать, либерального взгляда. И симметрично, почему либеральная система периферийного капитализма такая странная с точки зрения здорового марксистско-ленинского взгляда. Она тоже странная. Две странные системы с точки зрения разных идеологий. Но советским людям это начинало надоедать. Это мы должны просто учесть. А почему им это стало надоедать именно в этот момент? А потому что наше общество, и здесь мы переходим к концептуальным вопросам, оно завершило исторический этап индустриальной модернизации. То есть большинство советских людей жило в городах, причем не в первом поколении. Советский Союз где-то с 1960 года является страной, где большинство населения жило в городах. А городской образ жизни и традиционное аграрное общество – это принципиально разные вещи. А переход очень болезненный. Но переход был завершен. Вот у нас он был вот так завершен. И возникла такая модель индустриального городского общества и социального государства. Кстати, вот то, что мы когда мы показываем в Швеции – социальное государство. И у нас было социальное государство, но немножко специфическое. Оно было сверхцентрализованное, управляемое по единому плану. Хотя и на Западе есть план, на Западе есть государственное регулирование экономики. На Западе есть перераспределение средств в пользу уязвимых слоев населения. У нас с безработицей вообще все было замечательно. Она была латентная. То есть латентная была небольшая, но в основном директор был заинтересован в том, чтобы найти себе рабочих. У нас был дефицит рабочей силы. То есть были различия с Западом. Не всегда в пользу Запада. А если сравнивать Советский Союз с периферийным капитализмом, то я просто прекрасно помню, как мои знакомые вернулись из Индии и сказали, что больше за социализм их агитировать не надо. Дело было в году 1982. То есть когда мы все уже так немножечко закипали от этого постоянного странного брежневского образа жизни, но они сказали, когда мы увидели всех этих нищих, которые просто кидаются искренне, желая урвать у нас какую-то очень небольшую денежку, мы понимаем, что да, вот есть как бы передовые, земля обетованная капитализма, а есть то, что сейчас называется периферия, и вот эта периферия ужасна. То есть мы таким образом были еще и среднеразвитой страной. В связи с этим возникает такой маленький подвопрос, вот хотя были действительно эти кризисные явления, но почему не пошли по китайскому пути? И половина ответа именно в этом и заключается. В Китае большинство населения стало жить в городах в 2011 году, ну по официальной статистике. Это значит, что те успехи, которые Китай демонстрировал, это были успехи предыдущего исторического этапа. Их нужно сравнивать, может быть, с хрущевским временем, там Дэн Сяопин, и конечно Дэн Сяопин прям сто очков вперед даст, может быть, Хрущев, а может и не даст, потому что уровень жизни китайского народа при Дэн Сяопине рос не так уж быстро, но это как бы другие, вообще другая эпоха. То есть Советский Союз впервые оказался в такой ситуации, когда общество, модернизировавшееся вот по этой коммунистической модели, сверхцентрализованной, и довольно быстро, в чем при всех ужасах и издержках, вот эта быстрота, она привлекала другие страны мира. Вот он это сделал, он этого достиг, и история прекратила течение свое, прям по Салтыкову щедрину. А куда дальше? Дальше некий абстрактный коммунизм, который как-то непонятен, потому что коммунизм это общество без государства, люди, которые руководили страной, совершенно не представляли, как это возможно. Это общество бесплатности. В Советском Союзе было много бесплатного или очень дешевых благ, но тем не менее нельзя же все бесплатно, ведь тогда наши люди, они же все съедят просто, потому что они так ходят вокруг этих пустых прилавков. Если их каким-то таинственным образом заполнить, люди все равно все растащат, потому что они уже привыкли, что если какой-то дефицит появляется, то есть что-то нетривиальное, надо это брать. И в связи с этим образовался и экономический тупик. То есть было понятно, что нужно наращивать количественные показатели, но как это делать качественно было не очень понятно. Но образовался и идеологический тупик, потому что было непонятно, куда дальше плыть. И Юрий Владимирович Андропов, прежде чем умереть, сказал загадочную фразу, что мы не знаем общество, в котором живем. «Мама, где я?» – сказал Андропов и умер. И естественно, что лучшие умы бились над тем, куда дальше. Еще одно последствие вот этого перехода в развитое индустриальное общество заключается в том, что люди начинают иначе мыслить и иначе потреблять. То есть крестьянин, сбежавший из деревни в эпоху голода, коллективизации и всех этих ужасов, или даже крестьянин, живший при царе-батюшке, где голодовки происходили раз в несколько лет регулярно, он вообще говоря хотел наесться, быть нормально, тепло одетым, иметь жилье какое-то нормальное, ну то есть чтобы не было холодно, чтобы не было голодно. А горожанин – это другое. Он хочет не просто питаться, а питаться вкусно и разнообразно. Он уже привык, что он не голодает, это замечательно. Мы все здесь, я думаю, привыкли, что мы не голодаем. Если кто-то здесь испытывал чувство голода, то это какие-то были специфические условия, вероятно. Такое, долгое. А в России, матушке, в 19 веке эта норма была для большинства населения от времени испытывать чувство голода в течение длительного времени. Некоторые даже умирали от этого. И мы знаем при Советском Союзе, в эпоху модернизации, проклятие Сталина и этой модернизации, это тоже было весьма и весьма ярко выражено. А теперь нет. А еще мы хотим не просто одеваться, одеваться разнообразно. Если вам будут говорить, что советский человек ходил в одинаковой серой одежде, как северокорейский человек, опять не верьте, а просто включите какое-нибудь советское кино, какой-нибудь детектив, вот где какой-то показухи, герой просто идет в толпе. Желательно цветной фильм, и вы увидите, что люди одеты разнообразно. Но чего им это стоило? Они над этим серьезно работали, почти как вы, над тем, чтобы получить какие-то деньги и купить себе это. Сейчас в магазине это легко сделать, а тогда вот были сложности другого уровня. Ну, они добивались этого. Но это очень раздражало. Таким образом, мы перешли от количественных потребительских ценностей к качественным. Не в смысле, что мы хотели обязательно продукты и одежду, товары именно высокого качества. Некоторые советские товары были высококачественные, в смысле прочные. Советские автомобили, некоторые советские автомобили были совершенно неубиваемые по сравнению с тем, что мы имеем теперь, когда 2-3 года и надо менять. Это заложено, так сказать, в концепцию автомобиля. Но разнообразие качества, это должно быть нестандартно. И вот с этим советской экономике было очень трудно справиться, потому что советская экономика просто строилась как единая фабрика, где фабрики были цехами, где планирование было количественным, и нужно было это все каким-то образом системно изменить. Но каким? Напрашивалась идея просто переехать к западным образцам, просто ввести капитализм по Гайдару и Чубайсу. Ну, в общем, люди хорошо учились в советской школе, в советском институте, им рассказывали, чем Латинская Америка отличается от Северной Америки. И оказаться на периферии капитализма многим не хотелось. Поэтому возникла замечательная идея Сахарова, которая была вполне принята Горбачевым, о конвергенции. Давайте соединим все лучшее, ребята. Все лучшее, что есть на Западе и у нас. Такая хорошая, простая идея. Но вот, к сожалению, если разобрать две машины на детали, перемешать эти детали, постараться собрать две машины, причем выбросив все плохие детали, которые вот как-то не очень хорошо работают, то, скорее всего, это не получится. Но почему-то решили, что с обществом, наверное, это получится. Итак, идея конвергенции – это первая такая доминирующая идея вот этого вот перестроечного процесса, если говорить о выходе из идейного кризиса. Хотя были разные варианты этой идеи. Также я должен за не менее времени очень коротко сказать о национальном кризисе и внешнеполитическом кризисе. Национальный кризис, мы все понимаем, что перестройка связана с национальными конфликтами. Возникает вопрос, а почему? Ведь, ну, как-то до этого народы же жили в такой дружбе. Я служил в Советской Армии накануне перестройки, и в перестройку я вошел уже с твердым пониманием, как армяне и азербайджанцы не любят друг друга. Советские армяне, советские азербайджанцы. Какие вообще опасные ребята таджики. То есть, когда в Таджикистане началось, для многих это было сюрпризом, это же наши таджики. Но я уже как-то это себе представлял, что Прибалтика отрезанный ламуть, ну, просто в казарме совершенно отрезанный ламуть, живущий по своей прибалтийской жизни, и не сунься туда. Вот эти все вещи, они уже были. То есть, как только разморозка стала спадать, это все вышло на поверхность. Но на то были и фундаментальные причины, потому что Советский Союз, завершив модернизацию, перегнул с тем эффектом, который называется в Америке плавильный котел, когда разные этносы перемешиваются активно и сливаются в American Speaking English. Конечно, это их путь. А у нас советский человек. Но у нас при этом было территориальное распределение привилегий за различными этносами, можно сказать, такие районы, территории, на которых поощрялось развитие национальных культур, что было прекрасно с точки зрения многообразия культур. Но в какой-то момент вектор после пика модернизации сменяется, и в той же Америке теперь уже не плавильный котел, а теперь уже салатница. То есть, в Нью-Йорке вместе рядом перемешаны и живут рядом и горошинка, и морковинка, и перчик. Но каждый чтит, что он горошинка, морковинка и перчик. То есть, перемешано, но не смешано. То есть, дальнейшее развитие от индустриального к ранне-постиндустриальному обществу, оно пробуждает тяготение, поиск корней, национальных особенностей, культурных особенностей. Это все та же борьба за качество. Да, вот качественное различие. И наложенное на определенные территориальные блоки, и наложенное на замороженные Советским Союзом межтерриториальные конфликты и проблемы смешанного населения, перемешанного еще с доиндустриальных времен, вот это все не могло не породить конфликты. И здесь я ставлю троеточие, мы к этому, конечно же, еще вернемся. Следующая проблема – холодная война как причина перестройки. Здесь обычно говорят, конечно, о тупике нашей внешней политики. Мы искали наши, как сейчас говорят, национальные интересы в песках, далеких очень от наших границ, тупика Афганистана. Оттуда, так сказать, приезжали гробы, это все создавало такую давящую атмосферу. Тем более, когда ты уходишь в армию, не знаешь, куда тебя распределят. С другой стороны, очень серьезная нагрузка на бюджет. Брежневское завоевание, разрядка сменилась новым витком холодной войны, или новой второй холодной войной в 1979 году. И все это, конечно, создавало, с одной стороны, серьезные проблемы для страны, эта экономика должна была выдерживать довольно жесткую конкуренцию. А с другой стороны, моральный климат тоже был тяжелый у нас и у них. То есть, в данном случае, если бы у них были какие-то слабые социальные опоры, они бы там стояли перед каким-то барьером историческим, то это бы у них была проблема серьезная. Но у нас-то она тоже была. Я привожу здесь, я вот вижу там некоторое количество своих студентов, им я, по-моему, уже говорил, а может, на другом потоке. Новый год, 1984, я сижу в казарме, и мой капитан говорит так буднично, я далек от мысли, что в эту новогоднюю ночь на нас не будет совершено нападение. И все так спокойно слушают, и только мне становится почему-то страшно. Более того, такие обычные разговоры, что вот, да, вот, все-таки, конечно, ядерная война, вот она сейчас наступит, очевидно. Предкарибье такое, вот, Карибский кризис-2. Ну, нам-то хорошо, нас-то тут готовят пережить эту, так сказать, вот войну. У нас есть АЗК там и другие средства защиты, а вот, конечно, наших родственников дома жалко. Я, конечно, не хочу сказать, что все вот прямо так думали в Советском Союзе, но этот страх, кстати, не безосновательный. Это было очень серьезно. Избавление от этого страха сейчас вот в Европах, на Западе является базисом популярности Горбачева. Горбачев очень популярен, потому что этот страх отошел. И у нас он какое-то время отошел, но он сопровождался всяким негативом. Горбачев у нас, естественно, не популярен. Но мы как-то начали забывать этот страх. Я возвращаюсь в мою юность, включаешь телевизор. Как мы здорово опять умыли где-то американцев. Американцы про это не всегда знают, но умыли здорово это, безусловно. Итак, внешнеполитический тупик. Межнациональные конфликты присутствуют, но не являются причиной явления, но будут разморожены, если что-то начнется. Усталость от экономической системы. Тупиковый вариант экономической системы. Ну, то есть, что-то надо менять, это тотальное, на тот момент просто тотальное ощущение, что вот эта вот фраза Горбачева знаменитая, так жить нельзя. Ну, просто трудно найти человека, который считает, что так жить можно и нужно еще 30 лет. И идеологический кризис, из которого есть определенный, как кажется, выход. Ну, здесь еще множество всяких звездочек и сносок. Например, городской житель начинает понимать, что такое экологическая проблема. То есть, он хочет не только качественно питаться и одеваться, и иметь квартиру отдельную, а он еще и хочет дышать, оказывается, свежим воздухом. Раньше советский человек так радовался, когда чистокол труп, когда из центра Липецка виден этот замечательный металлургический завод, напоминающий, конечно, такой фантазийный какой-то, вот, мордор такой. Но тогда это был не мордор, а тронтор, вот, а потом выяснилось, что это мордор. И, конечно, это все тоже подводило нас к большой популярности перемен. Хотя, наверное, до 95-го года можно было бы продержаться, но тогда бы просто, ну, потеряли бы еще 10 лет, и все равно бы это вот вернулось на круги свои, вероятно, в худшей ситуации, потому что, ну, все-таки ресурсы в ходе экстенсивного развития уменьшаются. То есть, вообще, нефть и газы у нас, я не знаю, когда это все можно выкопать, и как этим, сколько атмосферы это выдержит, но, если все это выкопать, но копать все труднее, потому что мы брали там, где полегче, а у нас, вообще говоря, трудно выкапывать, а конкуренция там составляет аравийская нефть, где себестоимость, там, 5 долларов за баррель. Отсюда еще одна, как бы, причина перестройки, с которой я вот не согласен, ее постоянно называют, это то, что нас лишили высоких цен на нефть. Ну, во-первых, высоких цен на нефть лишили не только нас, и не потому, что ЦРУ договорилось, вот конспирологи любят там, значит, Колби, директор ЦРУ, летит в Аравию, шепчет что-то на ухо арабским этим шейхам, и они нажимают на кнопку и лишают нас нефтяных доходов. Они что, самоубийцы? Они, прежде всего, лишают себя нефтяных доходов. Но дело в том, что арабские шейхи не могли не начать массированную продажу нефти, потому что они, удерживая высокие цены, порядка, там, 31 доллара за баррель, просто банально теряли рынки. И у них резко падали собственные доходы. То есть, вот эта революция цены, она была совершенно неизбежна. Советский Союз ее не боялся, Советский Союз действительно от нее не очень сильно пострадал. Если посмотреть статистику, ну, 5 миллиардов примерно, вот, потери, там, 83, 80, к концу 85-го года, когда вот эта встряска началась. Но американские компании тоже несли потери. И всем нам известный Джордж Буш-старший, не путайте с младшим, лоббировал нефтяные компании, договаривался о сдерживающих мерах со стороны Соединенных Штатов Америки. Нельзя так рушить цены на нефть. В результате цены на нефть, упав с 30, ну, или 29, разные там, бывали, моменты, до где-то 6 долларов за баррель, взлетели назад, ну, так, до 15-18. Это что значит? Это значит, что вот эти сверх-сверх доходы, которые нефтяносные страны имели с 79-го, кризис в Персидском заливе, вот, до 85-го года, они были срезаны, да, они исчезли. Но сверх-доходы остались, потому что после нефтяного шока 73-74-го годов цены взлетели с 3-4 долларов за баррель до где-то 11, ну, инфляция доллара чуть больше 20, это то, что вот уровень там 75-го года, это вот то, что позволило Советскому Союзу уже начать получать крупные нефтяные, потом нефтегазовые доходы. А вернулись к 15-18. Ну, то есть, да, немножко уменьшилось, но все-таки не катастрофически. Поэтому я вот эту причину считаю достаточно ложной, хотя именно к ней обычно все сводится. Добавлю еще сюда, что запустили газопровод, то есть получили еще дополнительные доходы уже в 86-87 году, реально начали получать доходы еще от газопровода, который погнал газ в Западную Европу. Итак, мы с вами, надеюсь, в всяком случае я себя убедил, что перестройка имела глубокие причины, и она имела теперь несколько важных этапов. Я посмотрел, сколько их, и ужаснулся, потому что времени все меньше. Во-первых, перестройка была интереснейшим образом перемешана с другим этапом. В 85-м году слово перестройка отдельно никто не произносил с высоких трибун. Я, кстати, долго искал, кто первый напечатал слово «перестройка» отдельно, как синоним реформа. Казалось, что это сделал министр сельского хозяйства в месяц в 83-м году, еще никакой перестройки нет. И, на мой взгляд, можете посмотреть подробнее в моей книге, это был зондаш со стороны его шефа по секретариату сельского хозяйства Горбачева, который был как раз секретарь по сельскому хозяйству. Он прощупывал перестройка как символ реформ, перестройка хозяйственных отношений. То есть это явно реформа. Но, обратите, в хозяйственных отношениях немножечко, немножечко можно, это не какая-то реформа. Реформа у нас в 84-м году, это слово тоже прощупали аккуратно. Была педагогическая реформа, которой, на самом деле, никакой реформы не было, это были небольшие изменения. Ну, посмотрели, как слово «реформа» люди скушали, идеологи скушали, потому что реформизм – это плохо, а вот реформа, советская реформа, может, и хорошо. Но было другое слово. Его озвучил очень авторитетно товарищ Андропов, придя к власти в 82-м году. Он заявил, что нам необходимо ускорение научно-технического прогресса. Потом научно-технического прогресса отпало и стало ускорение. И я говорю о том, что, в общем, политика ускорения – это этап в развитии нашей страны с 82-го по 88-й год, а перестройка с 86-го по 91-й. Они как бы накладываются друг на друга. Некоторое время ускорение и перестройка сосуществовали. А что такое ускорение? Ускорение – это авторитарная модернизация. И вот вам вторая половинка ответа на вопрос, почему мы не пошли по китайскому пути. А мы пошли по китайскому пути. Вот в той степени, в какой можно было в СССР идти по китайскому пути, мы по нему и пошли. Потому что мы проводили политику авторитарной модернизации, в Китае проводили политику авторитарной модернизации. До 88-го года никаких демократических реформ в нашей стране не было. Когда Горбачева обвиняют в том, что он распустил вожжи, пришел к власти, вожжи распустил. Он их распустил, когда у него в тупик зашла политика ускорения, придуманная в окружении Андропова с его участием. Он тоже был видный очень деятель. Но вот, пожалуйста, попробовали китайский путь. В китайском пути было больше рыночности. Но Горбачев понимал, что рыночность в тех условиях, которые сложились в Советском Союзе, чреват очень большими потрясениями. А если у вас нет политического смягчителя удара, как это называется, какого-то поршня, который примет на это удар, то социальные потрясения могут вылиться в Новочеркасске 62-го года. Просто прямые столкновения возмущенных масс и вооруженных сил. И это было крайне опасно, потому что если вы такую систему, такую махину так радикально меняете, Китай именно этому и научил Горбачеву. В 1989 году такие столкновения произошли. И не только в Пекине, но, в общем, по всей стране это происходило. Более того, в Китае до 1992 года был тяжелейший кризис реформы. Сегодня об этом мало говорим, но он был. И вышли из этого кризиса в основном потому, что распался Советский Союз, и образовались колоссальные новые рынки. Уменьшилась конкуренция на рынках третьего мира, и образовался гигантский советский рынок, ну постсоветский, куда китайские товары пошли. Это очень способствовало успехам Китая, накоплению капитала и так далее. Поэтому Горбачев боялся китайского пути. Но, если говорить о китайском пути как об авторитарной модернизации, Горбачев по нему шел. Что было сделано? Самое главное. Обычно говорят, это антиалкогольная компания. Нет, самое главное, это действительно была проведена технологическая модернизация без реформ. То, что Дмитрий Анатольевич говорит, инновации. Вот в политической сфере у нас стабильность, и нужны инновации. Фокус заключается в том, что, говоря компьютерным языком, хард без софта не работает. То есть, если вы не заинтересовываете людей, если вот каких-то новых идей, новых стимулов у вас нет, то люди так довольно равнодушно смотрят на эти новые станки. А новых станков было внедрено и новых технологий на 200 примерно миллиардов, 150-200 миллиардов рублей к 1988 году. Вот если искать, что подорвало бюджет, вот это могло подорвать бюджет. Никакая не нефть, это были вполне терпимые потери. Ни антиалкогольная компания, это десятки миллиардов, ни Чернобыльская катастрофа, которая тоже объективно связана с ускорением. Это же был технологический эксперимент по совершенствованию безопасности на Чернобыльской атомной станции. Оказалось неудачно. Так, на 15 миллиардов налетели, но не говоря, конечно, о человеческих жертвах, но это не могло подорвать бюджет. А вот то, что построили такое количество предприятий полезных, но с гораздо меньшей отдачей, чем это ожидалось, вот это было в известной степени таким первым серьезным ударом по бюджету, еще не смертельным, плановики прикинули. Но отдачи не получили. Хотя, я вот ругаю, ругаю, а я и похвалю, знаете. Потому что Саяна-Шушенская ГЭС, которую тогда построили, она, вот Чубайс ее сумел доломать только в 2003 году. А до этого, ну как-то смазывать надо, наверное. А так работало. То есть это нечто, что принесло стране большую пользу, но подорвало бюджет, не дало отдачу, и пришлось думать, а что дальше. Аграрная реформа Горбачев, однажды, причем при мне это произошло, у него есть такая как бы тема, когда спрашивают, а вот что у вас было ошибочного? Вот те вещи, которые я считаю у него ошибочным, но я считаю задним числом, поэтому я не смею его обвинять. В 85-м году я этого еще не знал, это сейчас задним числом, мы умные. Но вот он называет вещь совершенно неверной, он, видимо, себе придумал, вот что самое безопасное. Сказал, надо было начинать с сельского хозяйства. Я ему сказал, Михаил Сергеевич, вы забыли, вы с него и начали. Ваша первая реформа ноября 85-го года, это агропром, он начал с сельского хозяйства. Это грандиозная административная перекройка с не самыми лучшими результатами, которая имела определенные причины, серьезные. И у Горбачева была огромная поддержка из-за того, что он выступал вот именно за такое реструктурирование, распределение сельскохозяйственных ресурсов. Это очень большая тема, я просто оставлю ее здесь, оставлю за скобками, если хотите, можете у меня почитать о продовольственной программе, почему она такая, почему это было важно. Это у меня такое тоже юношеское травма, нас заставляли ее учить на первом курсе института, мы ничего не понимали, что к чему. Оказалось, очень интересный и важный документ, отражавший борьбу под ковром в советском руководстве. Но так или иначе, его первая реформа аграрная не удалась, ибо она тоже была административно-авторитарной. То есть вопрос стимулов не разрабатывался. Разрабатывался он экспериментально. Эксперимент по внедрению товарно-денежных отношений и более широкого хозрасчета. Напомню, что хозрасчет в нашей стране был с 1965 года и заглох. Горбачев, этот эксперимент начался уже при Андропове. И Горбачев долго боролся и в конце концов убедил своих партийных товарищей, что нужно признать этот эксперимент успешным. Что на самом деле было не вполне так. Результаты эксперимента были не ясны. Предприятия, которые переводились на эксперимент, получали грандиозные привилегии по получению сырья и рынков сбыта. И естественно работали успешно. А если перевести на это всех, привилегии кончатся и что получится, неизвестно. Тем не менее, эта ситуация сложилась. Вот понимание, что нужно делать следующий шаг. В 1986 году, 27 съезд партии, анонсируется широкая программа преобразований. Когда говорят, что у Горбачева не было плана преобразования, не верьте. Читайте 27 съезд партии. Правда, это тяжелое чтение, но можно отжать квинтэссенцию и прочитать ее в моей книге, в конце концов, если вам лень читать. Материалы съезда партии. Но расширение хозрасчета, самоуправление, человеческий фактор, то есть стимулы. И стимулы не только чисто денежные, но и гуманитарные. То есть мы выходим уже на проблематику политической реформы. Новое мышление во внешней политике. И отсюда эта триада, просто чтобы не возвращаться к внешней политике. Женевская встреча, ноябрь 1985 года, посмотрели Рейган на Горбачева. Ба, он человек, сказал каждый из них с большим удивлением. Они ожидали, видимо, какого-то андроида увидеть. Но андроидов изобрели потом, и потом они стали ездить в Международную конференцию. Ой, что я говорю. Вот, значит, Рик Явик, 1986 год. Горбачев предлагает смелое решение. Скорее, пропагандистское, радикальнейшее сокращение ракетно-ядерных вооружений при условии отказа Америки от стратегической оборонной инициативы. То есть противоракетная оборона должна сохраняться, потому что иначе виток борьбы за космос будет крайне опасным. Здесь сложный вопрос о том, реально ли Горбачев боялся американских технологий. Дело в том, что наши разрабатывали нечто подобное и пришли к выводу, что перехватывать ракеты теми средствами, которые тогда были, невозможно. То есть на том уровне развития компьютеризации и так далее, вот это невозможно. Но Горбачев как-то вот вцепился в этот момент, потому что он был очень выигрышный с точки зрения пропагандистской, мировой, что мы вот более радикальны, чем американцы в смысле борьбы за мир. И в конце концов Горбачев все-таки разменял это СОИ на более важный момент, на ликвидацию ракет средней и меньшей дальности, которые действительно несли очень серьезную угрозу советской территории. Конечно, можно было противопоставить это подводными лодками, как-то компенсировать, но все-таки действительно наши страны напоминали двух ковбоев, которые держат пистолеты у виска друг друга и руки эти немножко дрожат. И вот то, что эти ракеты были ликвидированы, когда я об этом говорю, надеюсь, здесь нет конструкторов наших ракет, потому что они просто ненавидят Горбачева. Мы такую сделали ракету АК, это такая лапочка, она бы так этот ядерный боезаряд бы донесла, куда ей скажут. Если при них я-то говорю, ну просто я враг сразу навеки, потому что действительно было техническое достижение, такое, от которого просто утро берет. Но вот его тоже поломали. Но американцы, как всегда, обманули, если что, они этот потенциал быстро восстановят. Здесь большой разговор с нашими конструкторами начинается. Но вот мне как-то покойнее без этих вот ракет. Это произошло уже в 87-м году. И, наконец, в 89-м, 90-м году уже начали две стороны объявлять о том, что холодная война закончена. И я здесь с ними совершенно согласен. Моя категорическая точка зрения, что холодная война в том виде, как мы ее знали с 46-го года, все основные кризисы, которые угрожали перспективой ракетно-ядерной войны, они действительно были так или иначе разрешены в основном в связи с падением Восточного блока в Европе. И Горбачеву здесь, конечно, тоже предъявляется претензия. Как ты это допустил? Он разводит руками. А что я мог? Ну что, вот против этих толп вводить танки? Ну, это тогда совсем другая внешняя политика и совсем другие ресурсы и совсем другой внутренний климат. Поэтому он решил танки не вводить. И получилось, как получилось. Просто действительно отдельный большой разговор. Тоже поставлю троеточие. Но, на мой взгляд, когда уже потом Соединенные Штаты стали объявлять официально, что они выиграли холодную войну, то остается только руками разводить. Потому что холодная война в 90-м году закончилась в ничью. И те, и другие убрали эти ракеты, и те, и другие, так сказать, ликвидировали проблему непосредственного соприкосновения войск. А затем начался новый этап. Этот новый этап какое-то время не был связан с теми проблемами, которые возникли в 40-е годы. То есть сейчас, говорят, о новом, может быть, о новой холодной войне и так далее. Я не очень разделяю это терминологически, потому что холодная война – это борьба в биполярном мире. Ну, сейчас биполярного мира все-таки нет. Можно спорить, насколько он там, сколько полюсов в нем, но он не биполярный. Поэтому это новые исторические реалии. Вот о них, если историки будущего будут говорить. На мой взгляд, к 90-му году Горбачев основную задачу выполнил. Он снял эту нагрузку, он снял непосредственную угрозу ракетно-ядерной катастрофы. Казалось, что деньги пойдут в конверсию. С конверсией не справились. Конверсия была провалена. И это интересный вопрос. А можно ли было ее сделать лучше? Интересный вопрос, но здесь я поставлю троеточие. Может быть, к нему вернусь, если хватит времени. Итак, ускорение постепенно заходит в тупик, но Горбачев полон оптимизма. И запускаются реформы, которые уже с середины 1986 года, иначе как перестройка, не называются. Они чисто экономические. У нас по-прежнему авторитарный этап развития. Никаких демократических реформ не происходит. Последних диссидентов сажают в середине 1986 года. В декабре 1986 года по внешнеполитическим причинам выпускают Сахарова, амнистируют диссидентов. Значительная их часть уезжает просто за рубеж, и это движение диссидентское растворяется как явление. Диссидентов убила перестройка. Новые условия, новые оппозиционные группы с другими характеристиками. Хотя некоторые деятели диссидентского движения продолжили активность, но уже в новых совершенно структурах. И, конечно, у нас сохранится до сих пор хельсинская группа, но она перестала играть такую роль, которую играла, скажем, в 70-е, начале 80-х годов. Каковы же эти реформы? Самое главное, то есть, в общем, их две главных, но вот самый главный закон о государственном предприятии середины 1986 года, 30 июня, если кому-то интересны точные даты. Но обычно они никому не интересны. Принимается такой интересный закон, что государственное предприятие теперь в своей деятельности руководствуется рыночными принципами. То есть, сколько заработало, вот это вот распределяется, имеется прибыль, она распределяется между работниками и инвестицией. Но это такой рынок свободный, но совсем не свободный. Потому что, во-первых, до 88-го года 100% всего, что произведут эти предприятия, они должны отдавать государству, министерству. А потом могут искать других партнеров. То есть, искать можно заранее, но реально процесс запустится, скажем, в 89-м году. С другой стороны, где брать сырье? Ну, мы же договорились, у нас предприятия все очень жестко встроены в партнерские отношения. Какое-то предприятие – это часть производственной цепочки. Оно 100% знает, где ему брать сырье, и 100% знает, кому оно сдаст продукцию. Поэтому никакая конкуренция в сырье тут невозможна. Может быть, в каких-то нюансах. Может быть, да и в конце тоже они знают магазины, куда они эту продукцию привезут. А граждане уже привыкли, что если что-то чуть получше, то мы это тут же хватаем. И несем в холодильник, и там замораживаем, когда понадобится. Или в шкаф. Поэтому, как тут вести рынок? И вот это вот огромная проблема, когда мне говорят, вот Горбачев, вот идиот, вот все-таки. Ну, как он все вот криво, косо сделал эти экономические реформы? А ваши предложения? И люди предлагают такое, что я думаю, может быть, Горбачев, пожалуй, хорошо, что так криво и косо, но не сделал того, что предлагают эти. Например, немедленно ввести свободный рынок. Значит, вся эта неконкурентная система погружается в рыночное море, как, скажем, велосипед. Велосипед хорошо плавает, но как велосипед оно тут же утонет. То есть вы должны выстроить какой-то плавающий велосипед, вы должны ему там приделать какие-то, не знаю, баки отталкивающие какой-то, не знаю, к колесу, какие-то там лопасти. Ну, то есть это другая совсем ситуация. Этот велосипед нельзя было просто погрузить в рынок, он там бы сразу утонул. Он, собственно, там сразу и утонул в 92-м году, когда попытались уже сильно переделанный, и во многом все-таки со всякими навесами каких-то баков, прикрученными к этому велосипеду, вот поместили, но все равно, в общем, более-менее стал тонуть. И мы стали там захлебываться, если говорить по экономическим показателям. Значит, что еще можно сделать? Легачевский вариант. Давайте вводить все очень ограниченно. Министерство за всем должно следить. Собственно, так и делалось. Горбачев до 91-го года не ввел оптовую торговлю сырьем и полуфабрикатами, там, скажем, металлопрокат, нельзя было купить. То есть у вас вы можете торговать пирожками, вы можете торговать масками на Новый год. А торговать сырьевыми ресурсами вы не можете. И понятно почему. Потому что это главный дефицит для предприятий. Экономика сверхмонополистическая. В сверхмонополистической экономике такие монополисты, как тот же «Газпром», тот же «Липецкий комбинат» и прочие, они просто взвинтят вам цены, и все. Значит, как с этим бороться? Давайте откроем границы. Давайте будет международная конкуренция. Ну, понятно, что в условиях международной конкуренции Советский Союз, скорее всего, проиграет. Почему? Потому что каждый цех у него ориентирован внутрь экономики. А если один цех вдруг начнет торговать с кем-то вовне, значит, вся цепочка тут же остановится. Пока все остальные не перестроятся, тоже вовне. В 92-м году, в общем, это произошло. Эстония вышла в какой-то момент на чуть ли не первое место в мире, или первые места в мире по экспорту металлов. Потому что, хотя металлов там столько не производится, но через Эстонию просто как пылесосом металлы, находящиеся на постсоветском пространстве через эти порты и через эту дыру в таможне, двинулись. Понимаете? То есть мораль, чтобы не говорить более подробно, долго и так далее, мораль такова, что Советский Союз представлял собой уникальный самолет, для которого не было аэродрома. И найти эту площадку в этих льдах там или в этих горах было очень трудно, на которой сесть. Поэтому то, что все кончилось без большого кровопролития на территории центральной части Европейской Советского Союза, в треугольнике там Киев, Минск, Москва, это вообще говоря, ну или там, плюс Урал, плюс Кубань, это вообще говоря, это удивительно. Вот песня «Пречувствие гражданской войны» была очень популярна, песня Шевчука, по-моему, в 89-м году он ее спел. Она была очень популярна, и разговоры эти велись. Итак, мы переходим к следующей важной теме. То есть я просто зафиксировал всю сложность процесса. Я добавлю сюда, что на предприятиях ввели самоуправление, чтобы контролировать директоров. И говорят, это ужасно. Рабочие не могут контролировать директоров, потому что они же ни в чем не разбираются. Вот понимаете, когда нам говорят, что каждый должен прийти и проголосовать, мы считаем, что каждый разбирается в сложнейших вопросах государственного управления. А вот в своем предприятии люди почему-то не разбираются. Там должен разбираться только этот старый директор, который там сидит, давно и уже давно пора на пенсию. Но люди, в общем, разбираются, но им не дали возможность работать с рынком. И люди стали заботиться о себе, они стали выписывать себе большие зарплаты. Но раз нельзя конкурировать, производить продукцию, как-то ее пристраивать, нет инфраструктуры рыночной вообще. Ну, люди стали заботиться о себе. Была бы другая ситуация, люди бы иначе заботились о себе. Директора стали выборными, то есть они стали независимыми от министерства. Директора стали заботиться о себе лучше, чем о трудовом коллективе, потому что у них была информация. Они начали выстраивать теневые рыночные связи. Горбачев, не выстраивая более-менее публичных рыночных связей, и понятно, почему он этого боялся, привел к тому, что начали выстраиваться теневые. И тут замечательная тоже прекрасная вещь – кооперация. Когда я спрашиваю людей, вот что Горбачев делал не так, люди говорят, нужно было параллельный рынок создать, вот кооперативный создавали. Понимаете, дьявол кроется в деталях. Сама концепция была, говорится, очень неплохой, говорится, все лучшее учли. Но, либо нужно было эту конструкцию сконструировать в 86-м году и как-то разом ввести, и все равно был бы серьезный нырок, и мы были бы крайне недовольны результатом. Но вводить это постепенно – это было безумие, и в этом, видимо, главная ошибка Горбачева, которая, ну, в общем, ему более-менее даже признается, что нужно было действовать решительнее и быстрее. Но, понятно, я теперь понимаю, почему он боялся, потому что все равно получилось плохо. Но с кооперативами получилось следующее. Сначала получилось очень хорошо. Люди получили возможность проявлять свою творческую инициативу и делать что-то руками. Те же маски на Новый год, но если они раскрашенные, яркие, какие-то необычные, а не по ГОСТу, давно надоевшие мне еще там с детского сада. Люди раскупали, это первые капиталы, вылетел из головы фамилия, ну, в общем, один из… А, Паникин вот был такой предприниматель. Для этого первый капитал, он просто из Папье Маше маска налепил. Но дальше нужно куда-то инвестировать, он хочет ткацкое производство. Он потом и занимался в 90-е годы ткацким… От… извиняюсь, не ткацким… Одежду производить, прошу меня простить, одежду производить. А где он возьмет материалы? А материалы все расписаны. И не выдавая лимиты в этот сектор, его задушили как производственный сектор, это уже чиновничество, концептуалисты реформы не продумали, что это нужно сделать до введения этого сектора, а не после. И чем люди начали заниматься? Они начали откачивать ресурсы там, где есть какая-то ценная свалка. На каждом предприятии была своя свалка. Там лежали запасы за десятки лет, потому что если мимо какая-то квота гвоздей пробегает, надо хватать, потому что нет оптовой торговли. Все нужно планировать за пять лет вперед, на пятилетку. Если тебе дают гвозди, бери гвозди, даже если не нужны. И вот накапливаются эти ресурсы. Кооперативы сначала берут ресурсы там, устанавливается их связь с директорами, и директор начинает получать свой откат. Следующим этапом кооператив, который является формой, в общем, социалистической, все вместе трудятся, придумывают, делят доходы. Через некоторое время работники нам уже не нужны, потому что мы просто берем материалы этого предприятия и ищем, куда их толкнуть. Через некоторое время директору уже не нужно предприятие. Он думает, как бы распилить то, что здесь есть, и куда-нибудь это толкнуть. Таким образом, сращивание вот этого формирующегося частного сектора, или кооперативного, здесь можно спорить, и государственного, который все никак не запустится со своими рыночными отношениями, привело просто к растаскиванию производственного потенциала, к формированию теневых частных предприятий. Одновременно с этим идет такая ползучая приватизация крупных государственных монополий. Вот недавно «Газпром» отпраздновал свое, ну как бы, 30-летие. Но, в общем, понятно, что он в период перестройки уже сделал суперкорпорацией, ориентированной на экспорт газа. Следующий большой очень блок, на который времени остается совсем мало, это переход к политическим реформам. То есть, к 88-му году стало ясно, что что-то с реформами не так. Ошибка, которая теперь более-менее ясна, заключается в том, что нужно было эти реформы провести неким актом, а не размазывать их постепенно. Но Горбачев понимал еще одну вещь. Прежде чем вот эти реформы провести, а они потребуют социальных издержек, нужно дать людям канал, чтобы они мирно выпустили свой протест. С одной стороны. И с другой стороны, подорвать сопротивление консервативной бюрократии, которая справедливо будет показывать на недостатке этих реформ, потому что любые изменения будут нести с собой эти недостатки. И здесь созывается 19-я партийная конференция, на которой предлагается, если совсем коротко, такая реформа, что мы проводим выборы на съезд народных депутатов, он избирает главу государства, председателя Верховного Совета, он избирает сам постоянно действующий парламент, Верховный Совет. Верховный Совет спрашивается, а зачем вот этот огромный хурал 2000 человек? А дело в том, что туда еще какие-то смутьяны пройдут. Но опираясь на твердое партийное большинство, в Верховном Совете мы будем уже контролировать ситуацию. Зато Горбачев, избранный как директор на предприятии, будет теперь независим от Политбюро. Мы отключаем партию от руководства. В то же время партия, главные кадры Горбачева, ему нужно убрать за скорузлых старых чиновников. Он их постоянно чистит, кстати говоря, при Горбачеве, существенные очень такие антикоррупционные, в кавычках, репрессии, очень существенная замена кадров. Но нужно выдвинуть вперед популярных людей, которые могут говорить с народом. Поэтому такое правило. На выборах в Совет народных депутатов власть передается в Совет. Но председателем Совета, раз коммунисты все равно будут в большинстве, в этом Горбачев не сомневался, станет коммунист. Но не любой коммунист, а тот коммунист, который наберет много голосов. То есть популярный коммунист. Повысить популярность партии, провести еще одну чистку кадров, как все замечательно. Горбачев не учел, что все это время, а может быть он это учитывал, но недооценивал масштаб явления, все это время нарастает недовольство в обществе. В обществе возникают организованные группы, которые хотят предложить ему другие варианты перемен. Вот как мы в школе учили декабрийские кружки, потом народнические кружки, марксистские кружки. Естественно, всего этого было вдоволь и в Советском Союзе, и с началом некоторой легкой политической оттепели, Сахарова выпустили, диссидентов перестали сажать. То есть за критику уже и за распространение самоздата уже не сажают. Будет скандал на Западе, а там же линия тоже на потепление. Уволить из института или с работы могут. Выгнать из института, с работы. А вот посадить не посадят. На этой грани довольно большое количество уже существовавших в Советском Союзе групп не очень политизированных и новых групп начинают из себя формировать клубы самой разной идейной направленности. Национал-патриотическая память, прото-анархистская, неонародническая община, либеральные, гражданское достоинство. Некоторое время эти люди не видят друг друга. Потом появляется группа клуб социальных инициатив и другая заочно-социально-политический клуб по переписке, которые начинают просто знакомить людей между собой. В августе 87-го года у нас происходит конференция, которая, я считаю, основанием нашего гражданского общества. То есть возникла целая сеть или поле, когда люди просто познакомились со странным названием «Встреча-диалог общественной инициативы в перестройке». А почему так сложно? А потому что, чтобы партийные органы запутать. Потому что помещение давали партийцы, которым было интересно. Но они боялись, что Ельцин, первая секретарь, им строго укажет. Он, кстати, потом строго и указал, потому что выступившая на этом мероприятии диссидентка Новодворская заявила, что мы себя должны провозгласить немедленно учредительным собранием. От этого, конечно, у всех отвисли челюсти, потому что более опытные, уже хорошо знавшие ситуацию интриганы политического поля свою программу максимум там наметили, создать первую всесоюзную политическую организацию со своей программой. Она была создана, называлась «Федерация социалистических общественных клубов». Мобилизовавшись таким образом, создав связи по стране, люди бросились в политические атаки. Первый повод предоставил Ельцин, который неаккуратно выступил на Октябрьском пленуме 87-го года. Если у кого-то будут вопросы, подробности, как говорится, потом. Ельцин превратился, как вы знаете, в опального боярина. Но очень важно, Горбачев не отправил его послом в Буркина-Фасово, где бы все потом забыли про этого Ельцина. А он его оставил в Москве. Он хороший такой кабинетный игрок, он шахматист. Вот эта фигура ему понадобится против Лигачева. Но когда на улицу стали выходить массы, Горбачев растерялся, вот с этим он работать не умел никак. Он в 89-м году теряет инициативу в перестройке именно поэтому. А Ельцин научился с этим работать. 28 мая, сначала в октябре 87-го года небольшие такие акции в защиту гласности в деле Ельцина, а 28 мая 88-го года первая демократическая массовая манифестация, которая преследует прямую цель надавить на власть в деле о выборах на 19-ю партконференцию, чтобы там было больше демократически ориентированных коммунистов. А делают это не коммунисты. Вы спросите, как странно. Кто-то застал болотное движение. Та же странность воспроизвелась. Люди возмутились, что несколько контролируемых администрацией партии не так поделили голоса между собой в 11-м году. Выборы считалось, что они фальсифицированы. Большинство пришедших не голосовали ни за одну из этих партий и с гордостью об этом говорили. Но хочется хоть какой-то демократии. Но если вот эта партия, как сейчас говорят, эти четыре партии, они представляют весь наш политический класс, мы хоть как-то хотим влиять на происходящее, а может быть расширить спектр. И надо сказать, что вот эта первая демонстрация, она проводилась в достаточно рискованных условиях. Она была несанкционирована. И, в общем, ее пытались разогнать. Но был придуман интереснейший, сложнейший план, когда люди партизанскими тропами, маленькими группами, имея с собой западных корреспондентов на всякий случай, и дружественных корреспондентов советских, в основном, молодежных газет и телевидения, собрались в определенный момент на ступеньках Большого театра, милиция стала блокировать это, произнесли первые речи и исчезли. Потому что была хитрая тропа вокруг Большого театра с выходом на Тверскую, тогда Горького, и они дошли до Пушкинской, запустили там гайдпарк, и стали формироваться уже более массовые структуры. И через некоторое время это, в общем, стало убивать неформальное движение, потому что неформалы – это такая сеть равноправных активистов, клубов разной идейной направленности. А когда движение становится массовым, выстраивается свой аппарат у людей, известных прорабов перестройки, которые имеют доступ к микрофону, но не к такому, а к телевизионному. Они имеют этот доступ, потому что они говорят очень осторожные вещи, у них есть портбилет. И вся страна смотрит и говорит, этот человек, вот Попов, Афанасьев, они говорят почти то же, что я думаю. Но умными словами и по телевизору. Какая смелость? Естественно, они приобретают огромную популярность. И на вот этих выборах на съезд они попадают. Сначала они как бы баллотируются на 19-ю партконференцию. И эту такую элиту демократическую поддерживают неформалы. Следующим шагом они попадают на съезд. И там выглядит маленьким меньшинством. Межрегиональная депутатская группа – 300 человек из более чем 2 тысяч. Но они приходят на митинг. И неформалы собирают митинг. Туда приходят 150 тысяч человек. Сам считал по площади. На Болотную столько не приходило. Если скажут, что приходило, не верьте, тоже считал. Но тоже много приходило, но меньше. Люди истосковали дефицит на слово. Стоит маленький грузовичок, трибуна. И на этот грузовичок забралось 200 человек. Которые там не помещаются, все хотят сказать. Потому что каждый понимает, что это шанс. Это шанс продвинуть свою идею. То есть здесь вот эти депутаты, они чувствовали себя, конечно, господами положения. Потому что здесь им привилегированные места. Это последнее соглашение вот этого неформального движения этих влиятельных, известных вождей. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло. И даже немножко попало в рот, потому что я тоже смог высказаться. А как же мне это удалось? Во-первых, я был один из тех, кто отвечал за охрану. И лично оттеснял от Ельцина, мега популярного, в силу того, что опальный боярин всегда мега популярен. Он шел как крейсер через эту толпу. Я должен был ему обеспечить дорогу на этот грузовичок. И шмыгнуть за ним, потому что в соответствии с соглашением за это я тоже мог выступить. Но это еще не значит, что вы можете выступить и сказать свое слово, потому что там давка. Но я мальчик, воспитанный в советских автобусах. И я понял, где я смогу пробиться к микрофону. Я спрятался под мышкой у Ельцина. Ельцин довольно мощная фигура. Я, значит, стою у него под мышкой. Ищу момент, потому что есть соглашение с Поповым, что он меня пустит. Но там более влиятельные люди тоже лезут. Борьба локтями. И в этот момент народ начинает скандировать Ельцин. Набатное что-то такое. Такой вот лозунг. И я понимаю, что момент исторический, надо что-то сказать. Такое важное, чтобы вам потом рассказать через много лет. И говорю сверху так. Вас царем сейчас провозгласят. Борис Николаевич. Борис Николаевич. Посмотрел на меня немножко таким терминаторским, значит, движением. И сказал, ну ничего. Ничего. И так я до конца, конечно, не понял ничего, что провозгласят. Или он ничего не услышал. Или он понимал, что нужно всем говорить что-то. Ну, очень хорошо. Но в этот момент какой-то холодок я почувствовал и понял, что наша эпоха уходит политическая. Потому что если скандируют Ельцин, Годелян, Иванов и даже Афанасьев, что сложнее, и потом человек отсеялся в силу некоторой сложности своей интеллектуальной позиции, начинается время простых решений. Начинается поляризация на наших и ваших, на распадающуюся КПСС на фракции и на консолидирующуюся вокруг фигур демократическую Россию. Этот предвыборный блок был создан в начале 90-го года для выборов уже в российские парламенты, в местные советы. И движением под лидеров оно стало вертикальным, в отличие от неформалов, которые были горизонтальны. Неформалы потом, кстати, не пропали. Они разошлись туда, чем мечтали заниматься экологи, экологией, журналисты, журналистикой. Некоторые потом через журналистику снова пришли в политику. Разные бывали маршруты. Но неформальное движение, оно как родило гражданское общество, так это гражданское общество, по-моему, до сих пор еще как-то добить не могут. Хотя, конечно, очень пытаются. Это другая интересная история. Но политическая консолидация демократической России привела к двум эффектам. Во-первых, очень упростились идеи. Во-вторых, принятие решений зависело, в общем, от узкого круга. Параллельно, конечно, в России родилась многопартийность. Первая партия себя провозгласила группа Демократический Союз, провозгласила себя партией. Один человек ушел с возмущением. Он считал, что это еще рано. Это был Владимир Вольфович. Владимир Вольфович замечательный шоумен, но он учился, я его хорошо помню, с 88-го года. Сейчас он, конечно, значительно преуспел, но потерял в энергетике. Но, тем не менее, то, что это квалифицированный шоумен, было видно всегда. И политически он хорошо рассчитал, он понял, нет, с Новодворской, со всеми этими демократами. Найду-ка себе партейку небольшую, каких-то людей без затей. А тогда партии плодились в 89-м году, как грибы после дождя. Небольшая либерально-демократическая партия Советского Союза, уютная. Потом, как кукушонок, оттуда всех. И до сих пор проект успешен. Хотя название немножко странное для этой политической позиции, то есть не совпало. Но ничего, он до этого социал-демократию хотел занять. Мне, как человека левоцентрических взглядов, все-таки приятно, что он испортил настроение либералам. Вот такой я вредный. Но, конечно, ключевые решения принимались в штабе демократической России, которая из движения, мысли, из блока постепенно превратилась в движение. Действовал принцип паровоза на выборах. То есть несколько мегаизвестных людей говорят, это мой человек, это не мой человек. И кто попадает, естественно, тоже выстраивается в иерархию. Но при этом мы говорим, что старая коммунистическая бюрократия плоха, а новая, это даже не бюрократия, это вертикаль власть. А какой власть? И вот здесь мы вплотную подходим к причинам распада СССР. И поскольку у меня совсем мало минут, я постараюсь сказать об этом коротко. И вот просто запомните этот момент, на котором я остановился. Какой власть? Когда говорят о распаде СССР, обычно начинают с экономических причин, экономический кризис. Понятно, что если страна больна экономически, то ее распад более вероятен. Но мы с вами знаем множество стран, которые были больны экономически, были многонациональны, с жесткими межнациональными, межрелигиозными конфликтами. Они не распались на протяжении десятилетий. Например, Индия. Но это даже не коммунистический Китай. Ладно, там авторитарно все. Хотя я не знаю, что там будет. Но во всяком случае, вот Индия не распалась. То есть экономический кризис я бы поставил как первую ступеньку, на которую нужно встать, чтобы дотянуться до точки распад СССР. Если вам это нравится. Следующее. Межнациональные конфликты. Я уже сказал, они объективны. Они разморозились. О них можно прочитать отдельную лекцию. Вообще обо всем здесь можно прочитать отдельную лекцию. Про каждый пункт. Но я уже тороплюсь. И я просто провел ревизию. Вот я составлял сборник. Какие конфликты. Я понял. Империи с такими болячками живут столетиями. Возьмите, сколько межнациональных конфликтов пережила Византийская империя на протяжении полутора тысяч лет. А здесь вот как-то все быстро произошло. То есть эти конфликты могли привести, что отдельные куски бы отпали. Но вот это ядро представить себе в 90-м году, что Киев, Минск и Москва будут находиться в разных государствах, даже от падения Владивостока было легче себе представить, чем вот это. Единый экономический комплекс. Это, ну в общем, совершенно люди, которые относятся друг к другу не просто как к жителям одной страны. Это и к молдаванам так относились, и к грузинам так относились. Но просто даже влияние там украинской национальной идеи, уж тем более белорусской национальной идеи, было не преобладающим в данной стране. Даже в 91-м году, в начале 91-го года, когда Ельцину говорили, что вот вы ведете к распаду СССР, Ельцин говорил, не надо пугать, ни к чему такому мы не ведем. То есть даже за несколько месяцев до распада СССР межнациональные конфликты, экономические конфликты не приводили к этому, это еще не воспринималось как какая-то реальная перспектива. Перспектива, да, мы должны преобразовать СССР. Следующий важный момент политический, вот он как раз, я бы даже сказал, он весьма субъективный, но именно политические процессы стали вот этой решающей ступенькой, с которой можно уже дотянуться и обрезать вот этот канат, на котором висит судьба СССР. Хотя можно и не обрезать, это кому как нравится. Смотрите, как интересно получилось. Сначала мы выбираем власть союзную, во главе стоит Горбачев. Политическая ситуация еще не очень раскочегарена. Горбачев балансирует. Затем мы выбираем республиканскую. И здесь уже энергия протеста выше. И к власти приходят, хотя тоже с большими трудностями, в России Ельцин и его команда. И потом он становится президентом России, что было главой административного образования в составе общего государства. Ельцин мог избираться не туда. Был другой проект, что он пойдет в президента СССР, предварительно избравшись председателем Московского совета. Он же руководил Москвой, это будет триумфальное возвращение. Но возникла другая идея, более остроумная. Почему она возникла? Брать Россию. Россия была какой-то пустой банкой. Не было целостных государственных структур Российской Федерации. Даже украинские были, киргизские были, молдавские были, там были ЦК свои. А вот в России, ну так, кое-что регулировали в составе России. Какая была формальность этой России, наполнить ее содержанием. Любопытно, что те люди, которые сейчас больше всего обвиняют демократов в развале СССР, они это и начинали. Патриотические круги в рамках КПСС стали говорить, ах, прибалты думают, что они уйдут и им станет лучше, или там азербайджанцы. А нам самим нужно уйти. Мы сами всех кормим. Это прямо сказал Распутин, он потом на первом съезде народных депутатов, он потом говорил, ну я не это имел в виду, я, так сказать, немножко пошутил. Но были просто политические инициативы у Объединенного фронта трудящихся. У Компартии РСФСР, которая создалась в 90-м году, как противовес вот этой вот реформистской, ревизионистской, Горбачевской клики, как они говорили. То есть сначала патриоты начали думать, что вот эту площадку можно противопоставить Горбачевскому центру демократы, поняли опасность этого хода и подумали, так это здорово. Один человек, который участвовал в съезде Объединенного фронта трудящихся, то есть такой прокоммунистической организации, где обсуждалась эта идея, потом консультировал Ельцина настолько, что стал его в какой-то момент правой рукой. Это Геннадий Бурбулес. Он умудрился поспеть и там, и тут. И в известной степени, так сказать, может быть и подсмотрел идею. Ну, может быть, идея носилась в воздухе. Так или иначе, вот в этом проекте, так называемой русской игры, было очень много от политтехнологии, которая вначале не ставила задачу развалить СССР, а ставила задачу скинуть Горбачеву. А потом создать такую, ну, достаточно свободную конструкцию раздела власти и ресурсов между элитами разных республик. Это была форма союза между этими элитами. Для демократов это было важно, потому что они все еще были ресурсно слабы. А здесь можно войти в союз с Назарбаевым или войти в союз с Кучмой на Украине. Это же все коммунистические группировки. Но найти с ними какую-то общую игру против Горбачева. Чтобы парировать эту игру, Горбачев нашел не лучший вариант, подсмотренный в Прибалтике. Он начал перезаключать союзный договор. Здесь опять субъективный фактор. Опять можно винить Михаила Сергеевича, но я скажу так, это вот потом стало ясно. А в тот момент казалось, что это хорошее такое умиротворение. У нас есть конституция, а мы ее как бы забудем и создадим новый союзный договор, на основе которого построим новую конституцию. То есть если у вас новая конституция не принята, старая работает, а если у вас не принят союзный договор, у вас как бы союз обнуляется. Конечно, это все игра юридических формул. Но к ней отнеслись очень серьезно. Сделали проект союзного договора к лету 1991 года под огромным давлением уже волнующихся масс, которые стали ждать, что сейчас будет что-то новое. Наконец, политически наконец все решится. Тогда и экономически все решится. И примется что-то вроде программы 500 дней, по поводу которой Россия и Центр никак не могут договориться. Это Григорию Алексеевичу очень повезло одному из авторов этой программы, что ее не приняли, а то бы мы его считали гайдаром. Что там тоже все было очень сложно и сомнительно с точки зрения блестящих перспектив. Но в этот момент, как вы знаете, как мы говорим, реакционные круги, сидевшие в ведомствах союзных, организовали ГКЧП. Ну ГКЧП это тоже тема достойная такого подробного обсуждения. Но я хочу остановиться на реакционных кругах. Это же все были абсолютно горбачевские выдвиженцы, которые, конечно, ничем не напоминали Пиночета и там каких-то других диктаторов. Они пытались действовать в рамках законности. Они пытались договориться о чем-то с Горбачевым, что они попробуют, а он потом вернется. По их версии. По его версии они ко мне пришли и поставили меня перед фактом. Но зная, как Горбачев умеет наводить полутона в своих речах, я так понимаю, что они его не поняли. А он про себя подумал, что он в беспроигрышной ситуации. Либо он напугает демократов, и Горбачев спасет их, и чуть более выгодные условия будут союзного договора. Кстати говоря, когда я перечитываю тот союзный договор, который был тогда создан, я про себя думаю, в такой стране было бы неплохо жить. Большая страна, общее пространство, торговое, экономическое, гражданское, никаких границ, ничего. Ну да, немножко другая система управления. Но Горбачев хотел чуть побольше регулирования экономического. А они хотели чуть побольше ресурсов под своей рукой. Поэтому тут, конечно, противоречие было весьма серьезное. ГКЧП думал, что это сдвинет. Но ГКЧП не рассчитал простейшую вещь. Без массового кровопролития загнать назад гражданское общество было нельзя. А массовое кровопролитие тогда было уже точно чревато гражданской войной. Потому что были серьезные экономические просто группы, которые уже имели доступ к оружию просто охранных структур. Для начала. А потом берутся склады. Это в Таджикистане мы видели. Это, кстати говоря, в 2014 году на Украине мы видели. То есть гражданская война в случае победы ГКЧП была достаточно очевидна. А эти люди ничего такого не хотели. И когда они увидели это сопротивление, они сдались на милость победителя. И победитель взял все. Ельцин взял все силовые структуры Советского Союза. После чего перепугались уже республики. Потому что еще с Горбачевым они, так сказать, дело иметь привыкли. А вот с этим непредсказуемым лидером это все было гораздо сложнее. И начался аппарат независимостей. Надо отдать должное Горбачеву. Он проявил потрясающие чудеса маневрирования. И сумел большинство из них вернуть за стол переговоров о том, что давайте создадим единое государство. Ну пусть не СССР, будет какой-нибудь ССГ. И мы сидели у телевизора и думали, будет какой-то Г будет. Но как бы все смеялись и не понимали, что за переименованиями уже будет не союзный договор. А будут государственные границы. И все висит на волоске. И еще 26 ноября состоялся разговор между Ельцином и Горбачевым. Где Ельцин шутя говорил, ну вот хан Союза, пришли мы к тебе. Где на поклон с последним вариантом договора. А он говорил, ну что царь Борис, видишь, всегда же можно договориться. То есть у них было еще оптимистичное настроение. Но если вот мотором суверенизации, мотором ослабления Советского Союза было российское руководство, вот Ельциновское руководство, от которого уже в силу естественных причин отпали вожди интеллигенции. Там Афанасьева задвинули, Сахаров умер. Здесь тоже много субъективных факторов, но так или иначе вот эта вот популистко-номенклатурная группировка вырвалась вперед. И в борьбе за власть она была готова сохранять еще какое-то государственное образование. Но вот мотором независимости стал лидер Украины Кравчук, который просто в силу его внутриполитических украинских обстоятельств решил опереться на радикальную националистическую интеллигенцию. Это был единственный способ консолидировать Украину в тот момент. Они провели блестящую пиар-компанию. 1 декабря прошел референдум, где даже Крым проголосовал за независимость Украины от Советского Союза. После чего Кравчук заявил, что эта старая форма не годится. А Ельцин подумал, что новая форма ведь будет без Горбачева. Горбачев, смотрите, он даже проиграв всю эту ситуацию с помощью каких-то комбинаций нас обратно собрал. А если останется единое государство, этот интриган еще может усилить что-то и что-то создать, и Советский Союз в каких-то новых формах начнет возрождаться. И вот в этой обстановке полутонов политических, 8 декабря, в теплой, хорошей, так сказать, слегка алкогольной обстановке, но когда говорят, что там они перепились и с пьяной это сделали, эту Беловежскую пущу, место действительно хорошее, я там был, приятное. Но дело в том, что документы готовили люди трезвые. Документы готовили такие люди, как Бурбулес, а он человек, не поддающийся пьянству. Нет, они знали, что они делают. Они творили историю, они обрезали еще остающийся канатик, на котором висело единое государство. И они считали, что они делают хорошо. И я вам не скажу, что они делают обязательно плохо. Каждый из нас решает, хорошо или плохо, жить в государстве поменьше, в государстве побольше. Но этим, конечно, разрушался, единственный добивался, единственный народно-хозяйственный организм. Этим добивалась определенная система обороны и безопасности, которая давила на наше общество. Но в то же время мы знаем, что в современном мире есть какие-то внешние вызовы. Этим открывалась возможность для проведения реформ в России исключительно по российским правилам, с открытыми границами. То есть у вас не будет таможни, но вы здесь создаете другие экономические условия, чем у соседей. Соответственно, сюда пойдет товары, сносящие, очень дешевые, сносящие наши предприятия, которые еще не научились работать в новых условиях. Отсюда пойдет сырье и куски просто заводов на металлолом, потому что они нерентабельны. Опять же, в этих новых условиях границы открыты. То есть были предприняты шаги с 8 по 25 декабря. Там серия мероприятий на Беловежской пущей запустила этот процесс. Кстати говоря, он не был никак конституционно оформлен. Конституция СССР действует до сих пор. Ну, в том смысле, что она никак не отменялась по своим правилам. И процесс был запущен, и Горбачев, глянув на это, грустно сказал, что вот с этим он не согласен. Ему предлагали некий пост, какого-то зиц-председателя в СНГ, но там же тоже нужен какой-то свой председатель, даже с небольшим аппаратом. Но он сказал, что вот это его уже не устраивает, и он ушел 25 декабря 1991 года. И когда, если вы хотите праздновать День независимости России, то это не 12 июня, а это 25 декабря 1991 года образовалась Российская Федерация как независимое государство. И на этом уже началась другая история, а я свой затянувшийся доклад на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Добрый вечер, Александр Владленович. Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос касается вашей темы насчет проблематики гражданского общества и диалога между властью и обществом, соответственно. У нас исторически так сложилось, что обратная связь между властью и обществом не работает. Как правило, можно написать челобитную государю, а государь уже будет решать, реагировать или не реагировать. Потом вы сказали, когда у нас появились качественные потребности и закончилась индустриальная модернизация, гражданское общество не сложилось. А на Западе что мы имеем? Когда у них сложились вот эти условия, то есть качественные потребности и окончание индустриальной модернизации, у них сложилась система диалога власти и общества, где нижние элементы, они что делают? Самоорганизуются, саморегулируются. У нас же гражданское общество, опять вы в случае с ГКЧП упомянули, она реагирует стихийно. ГКЧП не решилась пойти на гражданскую войну, и это правильно. Однако народ, как правило, обезмолвствует, а власть что делает? Не слушает. Поэтому в связи с этими условиями такой вопрос. Как вы считаете, возможно ли и нужно ли нам, ну не знаю, в данном случае принимать западный опыт или какой-то иной, чтобы разрешить это противоречие и найти баланс? Потому что, ну вот это уже пять веков длится и как бы не разрешается. Спасибо. Я воспользуюсь вашим замечательным вопросом для того, чтобы продолжить свою лекцию на той точке, где мой регламент точно завершился. Но теперь это ответ на вопрос. Потому что давайте попробуем разместить вот этот процесс в какой-то системе координации. Больше того, что вы сказали о пяти веках, да? Вот пять веков назад в Англии было гражданское общество? Да не было там. Там было общество традиционное, аграрное. И у нас было традиционное аграрное общество. Там был парламент, и у нас было там Вече, Земский собор, можно говорить, называть эти явления, которые говорят о некой демократической традиции. Но гражданское общество – это ведь не воплощенная либеральная модель. Тогда бы это был просто чисто идеологический штамп. Да, гражданское общество – это какой-то элемент общества. Это сеть организаций, активных, общественных организаций со своими стратегиями развития общества. Но это сеть не профессиональных политиков, не коммерсантов. Да, это третий сектор – не государственный, не коммерческий. Я скажу, не традиционалистский, не просто воспроизводство каких-то практик. Вот эта сеть, пусть небольшая, но у нас запустилась только в 87-м году, хотя элементов было достаточно много и в Советском Союзе, а во всяком случае после Сталинска. Но когда она запустилась на Западе? Здесь мы уходим не на пять веков назад, мы уходим. Французская революция – это была такая вспышка, которая была весьма разрушительна. То есть это тоже такой неровный процесс. Мы помним, что у нас тоже были такие вспышки, скажем, но явно в 1905-20-м году у нас была сеть гражданских организаций, партии, некоторые из них легальные, профсоюзы самостоятельные, очень много всего было. В революцию это расцвело, потом, так сказать, схлопнулось или было выкорчевано. Вот перестройка – это очередной такая вспышка, расцвет гражданского общества. Потому что я сказал о ГКЧП, о каком-то движении, но я же постоянно рефреном об этом говорил. Массовые манифестации, союзные договоры идут массовые манифестации, люди обсуждают за-против. Да, мне не очень нравится, что они были так центрированы на вождей, но, с другой стороны, были у них составляющие и нецентрированные. Скажем, демократическая Россия включала в себя не только людей, но и отдельные партии со своими программами разными. Была российско-христианско-демократическое движение, социал-демократическая партия России. Я, кстати, шокировал, я был молодой, горячий, но когда я выступил из-под Ельцина, я все-таки прорвался к этому микрофону, я заставил молчать эту толпу, которая уже, ну толпу в хорошем смысле слова, слушателей, которые уже подустали, уже шумели. Но когда Попов со второго раза смог произнести название организации, от которой я выступал, все затихли. Конфедерация анархосиндикалистов. А еще на контрасте я стал говорить очень умеренные вещи, такие конструктивные, чтобы окончательно у людей, так сказать, произошел какой-то дзен в голове, он произошел, видимо. Вот, то есть разнообразие было, и по существу в этот момент, вот если говорить о концептуальных вещах, в России началась революция, то есть процесс вышел из-под контроля элит, он пошел низовой процесс, произошел раскол социума элит и низов, где-то вот с 88-89 года, а сколько это продолжалось, когда эта революция кончилась? На мой взгляд, вот с пожаром Белого дома в России она кончилась, в 93-м году, когда установились новые правила игры, до этого все было достаточно эластично, магма не засохла, не затвердела, и так происходит и на Западе. В чем характер этой революции? Я сказал, вот тут мне будет трудно с этим, потому что хочется руками показать, но вот давайте этот, это барьер. Вот мы создали, пусть очень специфическое, но индустриальное общество. А куда дальше? Какие-то элементы постиндустриального. Можно очень долго говорить о том, в чем характер постиндустриального общества, но одна из черт, которые его явно характеризуют, это сетевые структуры. А что такое гражданское общество в том понимании, о котором я говорю? Это сетевая структура. То есть мы создавали модель постиндустриальных структур. А когда это произошло на Западе? Это произошло не в 19 веке. Это произошло, по большому счету, в бурные 60-е, которые создали структуры, создавшие социальный заказ потом на компьютерную революцию, на создание сетей уже технологических. То есть сначала люди создали человеческие сети. Вот в бурные 60-е, потом вот этот энергетический кризис, экономика серьезно перестроилась. Кстати, элементы самоуправления были введены в бурные 60-е, от Японии до Италии. Потому что это выгодно. То есть Горбачев, в принципе, со своими реформами и его окружением, они шли по этому пути, они просто уперлись в этот барьер и бросились на штурм. Но если бурные 60-е, худно, бедно, с трудностями, как-то они перевалили по ту сторону барьера и как-то там дальше развивались, у меня такое впечатление, что сейчас подошли к следующему барьеру, то мы ударились и барьер не взяли. Вот в этом смысл поражения. Это, знаете, есть такое понятие «ранние революции», это ранняя буржуазная революция. Но с первого раза не всегда получается. Вот иногда просто ничего не получается, и происходит такая даже длительная реакция, откат к старым отношениям. У нас произошло еще интереснее. Мы начали ходить вдоль этой стены, искать проход. Вот здесь мы не смогли по нашему пути штурмануть. Давайте вот, может быть, там. Вот западные рельсы, дорога куда-то идет вверх. Встали на эти рельсы. Это хитрые рельсы. По ним катиться можно только назад. Пряников на всех не хватает. Есть мирсистема, где есть ядро, есть периферия. Мы туда откатились. Но вообще говоря, если мы захотим когда-то двигаться вперед, то это невозможно без того, чтобы взять этот барьер. То есть решить те задачи, которые оказались нам не по плечу в период перестройки. Оказались не по плечу, потому что у нас было слабое, только что сформировавшееся гражданское общество. Потому что не знали, идеологически не понимали, как делать, в чем проблематика. Где мы находимся, это не знал не только Андропов, это не знал и Горбачев. У меня была гипотеза, но кто будет слушать этих студентов. Я до сих пор догматически считаю, что мы были правы с пониманием того, где мы находились. Но сказать, что я знал проект реформ, который я бы предложил и все бы получилось, я так не могу. Потому что я только задним числом понимаю, где были основные провалы, как исследователь уже. Поэтому я не могу предъявить претензию Горбачеву. Он это не знал, потому что он жил тогда. И совершал эти ошибки тогда. И Ельцин совершал, ну где-то мы можем сказать, он действовал как злая фигура. Но и его окружение, но с другой стороны, они-то хотели как лучше. Они тоже не знали, что получится, что шоковая терапия не принесет терапии. Это все было неизвестно тогда. Мы не можем обвинять людей за то, что они не знали будущего. И я думаю, что объективная причина поражения заключалась в том, что вот эти постиндустриальные элементы не осознали себя. То есть этот класс себя не осознал. Вот этот вот, условно говоря, отчасти информационный класс, если мы говорим об этом обществе как информационном, отчасти вот эти неформальные сети, можем даже объединить в одно слово, так сказать, информалиат. Вот этот информалиат, он только зарождался, он себя не осознал. Как буржуазия в 16 веке с теми ранними революциями. Вот они себя не осознали, они еще не понимали, что это, к чему это. Ни пролетариат себя не осознал, ни буржуазия себя не осознала. И сначала у них это общество не получалось в 16-м, в 19-м стало получаться. Так и у нас. У нас была ранняя революция объективна. Мы, видимо, даже не могли победить. Может быть, мы могли сделать немножко получше, если бы как-то заранее поняли бы что-то о себе. Но теперь-то мы можем понять. Мы опять стоим перед этим барьером. А гражданское общество у нас ослабляется. Вы правильно сказали, что челобитную можно написать. Но, с другой стороны, иногда происходят какие-то явления, которые показывают, что людям, воспитанным в ходе перестройки и после перестройки, не нравится только писать челобитные. То болотное движение случится, то в Ютьюбе кого-то высмеют, и все друг друга перепостят. Я уж не говорю о том, что идет постоянная партизанская война на местах с чиновниками, которых просто иногда приходится заставлять какие-то вещи делать, а где-то они побеждают. Ну вот, я люблю, тут я люблю приводить, как человек влюбленный, высказывания моей жены, которая является старшей по дому, и когда какой-нибудь чиновник от нее что-нибудь требует, там, скажем, по вопросу о шлагбауме или какой-то предприниматель, она говорит, мы проголосовали так-то, он говорит, я хочу с вами договориться, он говорит, у нас здесь Швейцария, мы так проголосовали. Кстати, это определенная степень безопасности, но не коррупционности, она не может получить денег, потому что мы так проголосовали, она не может принять теневое решение, но с другой стороны ее не могут смять, потому что это довольно сложно, За ней стоит этот дом, за ней стоит эта домовая Швейцария, и значит гражданское общество в нашей стране, благодаря в основном распространению интернета, который является коммуникационной площадкой, оно продолжает существовать, хотя и в тяжелых условиях. То есть что-то от перестройки еще сохранилось для возможного разворота вектора нашего развития из прошлого в будущее. На мой скромный взгляд, хотя я понимаю, сколько спорных вещей, о которых я сейчас говорил. Скажите, не могли бы Вы очень сжато сказать все-таки, дать формулу перестройка? Что перестраивалось и кто перестраивал? Перестройка – это комплекс нескольких потоков. Первое – это раннеинформальная революция, о чем я вот сейчас говорил подробно. И элементы, и политические силы, которые за это выступали, были. Это ранние кооператоры, которые потом могли перерождаться и так далее. Это те же неформалы, их политические идеи и так далее. Второй поток. Сейчас я еще не закончил. Это первое, на мой взгляд. Это авангард. Основные силы. Это бюрократия, которая пытается превратиться в буржуазию. То есть получить под свой контроль те ресурсы, которыми они владели коллективно, они думают, что если они станут частными собственниками, у них все получится. Должен сказать, что значительная часть этих сил смела следующая группировка, которая, на мой взгляд, уже носит достаточно реакционный характер. Интернетер – это силы, которые осуществляли процесс первоначального накопления. А в условиях индустриального общества это демодернизация. То есть когда вы накапливаете с традиционного общества, вы создаете какие-то новые структуры. Когда вы распиливаете существующее индустриальное, вы осуществляете демодернизационные процессы. Поэтому перестройка отчасти была и реакционным явлением. Следующей важной силой, связанной с первой, и, на мой взгляд, экономическая подоплека такая же, но явление более сложное – это национальные элиты. Которые отчасти хотели установить контроль над ресурсами, а отчасти действительно интеллигенция национальная пыталась реализовать свой культурный проект, свои культурные проекты, стать основателями государства, развивать свою культуру, ценность которой они понимали больше других. Иногда говорят интеллигенция. Иногда говорят, что перестройка – это революция интеллигенции. Вот здесь сложно, потому что интеллигенция, как… Во-первых, интеллигенция всегда является очень важной силой во всех революциях, характер которых мы определяем не как интеллигенция. В Великой Французской революции была революцией интеллигенции. То есть там не буржуазия действовала, а адвокаты, литераторы и так далее. У нас то же самое. Вот интеллигенция довольно быстро стала распадаться на тех, кто действует как агенты разных социальных сил. То есть значительная часть интеллигенции, как средний креативный слой советского общества, все-таки двигала вот эту информальную стратегию, особенно на раннем этапе, пытаясь превратиться в информалов. То есть пытаясь превратиться в тех, кто не только придумывает, но и может реализовать свои проекты. То есть это требует другой производственной базы, других социальных отношений. Интеллигенция всегда слаба, потому что она предлагает проект, а в индустриальном обществе реализуют его другие. Вот здесь она пыталась измениться в этом отношении. Но часть интеллигенции решила пойти в политическую карьеру, в чиновники, в бизнес. И таким образом эти люди реально растворились. Я потом их встречаю, но это совсем другие функции. Это бывшая интеллигенция. Мне, как правило, радостно за этих людей. Но одного я встретил, очень активного ельциниста, в середине 90-х годов. Он сказал, нас кинули. И он продолжал быть таким постсоветским интеллигентом. Он искренне сражался за Ельцина. На мой взгляд, за чуждый интерес, потому что он сам это признал. Судьба постсоветской интеллигенции оказалась, как чистая интеллигенция, печальна. Она проиграла. Сейчас отчасти она сохраняется, но в общем очень отчасти. Поэтому вот с этой поправкой я могу назвать интеллигенцию. Вы можете что-то добавить. Такой силой, с которой много было связано, это, собственно, Компартия. Нет, Компартия не является социальной силой. Но это была реальная организация, которая хотя бы формально ее начала. Очевидно, какие-то процессы, которые, в том числе на уровне элиты, привели к тому, что... Ну, я не могу сказать, что я уже совсем ухожу от Компартии, потому что я, по-моему, с этого начал, кто у нас генеральный секретарь. Я говорил об этом в связи с политической реформой, но моя принципиальная позиция, что Компартия единой силой на протяжении перестройки не была никогда. То есть приход к власти Горбачева – это победа одной фракции Компартии против другой фракции Компартии. Я об этом говорил коротко, но, если интересно, просто сейчас, наверное, нет времени, но вот я очень подробно в своей книге это описываю, какие силы были за Горбачевке и против, и почему. Там было очень мощное внутреннее напряжение между ведомственной фракцией и местнической, между консервативными или охранительными кругами реформистами и пуританами, условно говоря, так сказать, ну, андроповцами, можно так сказать, которые не те и не другие. Там постоянно шла очень мощная борьба. Нельзя говорить о КПСС в целом, и в смысле, как о многомиллионной массе, потому что рядовой коммунист вообще никаких решений не принимал. Решения принимали те или иные круги и номенклатуры. Но как только процесс запустился, мы с вами видели острейшее противоречие, потому что одни пытаются сохранить старую, более или менее подновленную систему, а другие ее ломают, потому что они хотят стать новой буржуазией. Компартия превратилась в пустую банку, в которой были совершенно разные пауки, от Ельцина до КП РСФСР Полоскова, которые вот играли, видели в Ельцине главного врага политического. Это что мы одной партией называем, а они были членами одной партии. На выборах первой съезд народных депутатов этой партии уже не было, потому что Станкевич идет от партии, прикрываясь партбилетом, это как бы его право вообще баллотироваться, если нет партбилета, скорее всего не пропустят, там была очень жесткая система фильтров. Его пропускают, он поддерживает Ельцина, ему говорят, выгоним из партии, он говорит, а попробуйте. И они понимают, что если они сейчас попробуют, он станет народным мучеником и еще веселее пройдет на съезд народных депутатов, так они думают, у них есть хоть какой-то ниточка контроля. Но и она обрывается сразу же. Поэтому нет, Коммунистическая партия Советского Союза это исчезающая и распадающаяся реальность вот в этот исторический период. Я думаю, на этой оптимистической ноте я могу вас поблагодарить за долготерпение. Если будут еще какие-то вопросы в частном порядке, давайте продолжим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ